Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Усенбаева Шарбаномер-Галина, я являюсь начальником отдела стратегического развития. В этом видео я расскажу о том, какая система KPI внедряется в нашем университете с 2019 года. Первое и самое главное отличие новой системы KPI от старой системы KPI, которая была принята в 2017 году, это то, что в новой системе KPI и дифференцированной оплаты труда участвуют административно-управленческий персонал, профессорско-преподавательский состав и обслуживающий вспомогательный персонал. Ранее у нас были две разные системы KPI для АУП и для ППС. Обслуживающий персонал у нас в системе KPI не участвовал. В этом году, и мы очень рады этому новшеству, у нас участвуют все категории сотрудников университета. Итак, что мы ожидаем от новой системы KPI? Значительно увеличится количество сотрудников, участвующих в системе KPI. Повысится мотивация сотрудников, как следствие будут выполнены индикаторы стратегического плана и значительно уменьшатся документы оборот. Как выглядит наша система KPI? Система KPI, ключевых показателей эффективности, предусматривает 4 индикатора, 2 из которых являются постоянными, 2 – непостоянными. Постоянные индикаторы – это наличие сертификата TOEFL или IELTS. Для IELTS это уровень 5,5, для TOEFL это уровень 525. В случае, если вы предоставляете такой сертификат, вы получаете 20 тысяч тенге ежемесячно. Следующий индикатор – постоянные – это руководство или участие в проекте по развитию университета. При этом руководитель проекта получает 25 тысяч тенге ежемесячно. Участник проекта – 15 тысяч тенге ежемесячно. Это у нас постоянные индикаторы. Что значит постоянные? Это означает, что вы ежемесячно будете получать доплату за выполнение этих индикаторов. Не постоянные индикаторы, это такие индикаторы, за которые вы будете получать дифференцированную оплату труда один раз по факту выполнения этого индикатора. Первый индикатор – это публикация статист-импакт-фактора. За публикацию статист-импакт-фактора вы получаете 200 тысяч тенге за одну публикацию. Это при условии, если вы являетесь одним единственным автором, работающим в нашем университете. То есть бывают такие статист-импакт-фактором, в которых несколько участников, несколько авторов. Новая система KPI дифференцированной оплаты труда значительно отличается от старой. В первую очередь своей простотой и большим акцентом на развитие проектного управления в нашем университете. Какие наши ожидания от новой системы? Первое – увеличится количество сотрудников, участвующих в системе KPI. Второе – повысится мотивация сотрудников, как следствие будут выполняться индикаторы стратегического плана. И третье – это значительное уменьшение документа оборота. В новой системе KPI мы убираем привязку к должности, неважно, какую должность ты занимаешь. Самое главное, что ты работаешь, и работаешь больше, чем другие. А если ты работаешь больше, чем другие, получаешь, соответственно, также больше. Новая система KPI предусматривает два вида индикаторов. Это постоянные индикаторы и непостоянные индикаторы. Постоянные индикаторы – это такие индикаторы, которые вы выполняете ежемесячно, соответственно, вы получаете за них оплату также ежемесячно. Непостоянные KPI – это такие KPI, оплату за выполнение которых вы будете получать один раз по факту выполнения. То есть поставили перед собой задачу, выполнили, получили за нее деньги и выполняете следующую задачу. Постоянные индикаторы – это наличие сертификата TOEFL или IELTS, такие международные экзамены. IELTS – это уровень 5,5 по их шкале, и TOEFL – это уровень 525, также по шкале TOEFL. За наличие такого сертификата, соответственно, наличие навыков знания, навыков владения английским языком, вы будете получать 20 тысяч тенге ежемесячно. За руководство и участие в проекте по развитию университета, вы будете получать как руководитель проекта 25 тысяч тенге ежемесячно, как участник проекта 15 тысяч тенге ежемесячно. Непостоянные KPI – это публикация статьи с импакт-фактором. За публикацию вы получите 200 тысяч тенге, при этом первый автор получает 140 тысяч тенге, второй, третий, четвертый автор по 20 тысяч тенге. Если вы являетесь одним единственным автором, который работает в нашем университете, опубликовавшим эту конкретную статью с импакт-фактором, вы получаете 200 тысяч тенге полностью. Зарубежная академическая мобильность, в первую очередь профессорско-преподавательского состава, предполагает оплату 150 тысяч тенге за факт мобильности в УЗИ дальнего зарубежья и 100 тысяч тенге за факт мобильности в странах ближнего зарубежья, в первую очередь страны СНГ. В зарубежной академической мобильности могут принимать также и административно-управленческий персонал, то есть есть программы такие как Fullbright, вы также можете участвовать, и в этом случае та же самая система оплаты будет и для вас. Как я уже говорила, в новой системе KPI большой акцент делается на внедрении проектного управления. Что это такое? Что это за проекты? В нашем университете проекты уже внедрялись в проектное управление с 2012 года, если я не ошибаюсь. Были у нас проекты улучшения, это не новое слово для наших сотрудников. Чем отличаются новые проекты? Тем, что они в первую очередь очень сильно сопряжены с выполнением стратегии. Посмотрите, какие у нас характеристики всех проектов. Проект работает на стратегию развития университета, имеет четкие и измеримые индикаторы. Практически на 80% зависит от проектной группы, то есть от работы проектной группы, а не от финансирования, закупа оборудования, денег и прочее. И состав проектной группы должен быть не более 5 человек. Почему это важно? Потому что если индикаторы вашего проекта не будут выполнены на момент контрольной точки, то есть проверки вашего, реализации вашего проекта, в этом случае ни один из участников проекта не получит дифференцированную оплату труда. Поэтому все участники проекта должны быть заинтересованы в том, чтобы максимально продуктивно работал каждый из ваших участников проекта. Очень тщательно необходимо подходить к отбору участников проекта. К сожалению, в системе KPI у нас не участвуют ректорат, то есть ректор, провекторы, служба внутреннего аудита, поскольку они являются сотрудниками подотчетными Министерства здравоохранения. То есть у них есть свои KPI, которые они должны выполнять. Какие могут быть проекты по развитию университета? Проект по активизации студенческой науки, проект по открытию новой образовательной программы, проект по открытию программы постдокторантуры, проект по рекрутингу зарубежных специалистов. На данный момент в результате обучения, которое проводил наш отдел в течение двух недель, нам уже представлен список проектов около 45. То есть при этом количество проектов ежедневно увеличивается. Мы рады этому факту. Я надеюсь, что после просмотра этого видео каждый из вас задумается и, возможно, представит какой-то новый проект интересный, который будет значительно способствовать развитию нашему университету. Как будет отбираться проект? Для начала он должен пройти техническую проверку в отделе стратегического развития. В ходе проверки мы дадим вам некоторые рекомендации по улучшению вашего проекта. Если таковые, конечно, будут. Возможно, вы сразу сделаете хороший проект и никаких рекомендаций не будет. Мы примем его и передадим на следующий этап отбора. Это комиссия по утверждению проектов. Более подробно о процедуре разработки проекта, отбора проекта, оценке его я буду рассказывать в следующем видео. Ну и далее, после отбора комиссии по утверждению проектов, список этих проектов будет передан на рассмотрение ученому совету. После того, как ученый совет утвердит, эти проекты могут считаться принятыми к реализации. Хочу обратить ваше внимание, что один человек может участвовать не более чем в двух проектах. То есть вы, конечно, можете участвовать в проектах в трех, четырех, пяти, но оплачиваться работа будет только в двух проектах. Для чего это делается? Для того, чтобы обеспечить эффективность каждого участника проекта. Потому что если проектов много, то эффективность этого конкретного участника в проекте падает. Поэтому мы поставили одно из условий. Можете участвовать больше, но оплачиваться будут только два проекта. И еще одно самое главное примечание, что если индикаторы не выполняются, дифференцированную оплату труда все участники проекта не получат. Поэтому очень важно прописать очень правильно, правильные, четкие, измеримые индикаторы, которые можно будет измерить, оценить и после этого произвести оплату. У нас работает проект-менеджер Нуртолеума Адина Хамитовна. Она работает в отделе стратегического развития. Собственно, она будет этим заниматься. То есть курация всех проектов, формирование документа оборота и мониторингом выполнения этих проектов, сбором отчетов. Итак, у меня на этом сегодня все. Смотрите мое следующее видео. Это все, что я хотела рассказать о системе KPI, которая, повторюсь, внедряется с 2019 года. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, ставьте плюсы в комментариях. Это все, что я хотела рассказать о системе KPI, которая будет внедряться в нашем университете с 2019 года. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Мы обязательно на них ответим. И, пожалуйста, смотрите наше следующее видео, в котором мы расскажем о том, как разрабатываются проекты и как они будут отбираться. Спасибо всем. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok